Гейша, кошка и героиня книги о Гарри Поттере. Что общего между этими персонажами решили показать несколько северодвинских школьниц. В рамках выставки о японской культуре в городском музее они провели свою посвященную аниме. Подробности в следующем сюжете. Они не просто смотрят мультики, но и сами превращаются в сказочных персонажей. Северодвинские поклонники аниме-культуры устроили в городском музее собственную выставку. Посетителей собралось не так много, но у пришедших появилась необычная возможность. Лично познакомиться, например, с Герменой Грейнджер, героиней известной Патерианы. Палочку дорабатывала до ума сама и вот только вот книгу делала. Вот такая вот палочка. Очень приятно иметь хоть что-то у себя дома из любимых фильмов и книг. В таком виде Юля Худякова посетила уже два фестиваля аниме в Архангельске. На костюм школьница копила долго, мантию заказала в интернете. От своего героя, девочки-волшебницы, Юля хочет подчеркнуть даже некоторые черты характера. На выставке живые экспонаты рассказывали в первую очередь о своей субкультуре. Показали аниме-мультфильмы, поставили зрителям японский рок. Вспомнили и классику «Страны восходящего солнца» Гиш. Грим, кимоно. Ну, грим у меня, конечно, не настоящий, да. И прическу, это то, что уже получилось. У них намного красивее все заделано. При воплощении в любимых сказочных героев и поклонников аниме называется косплей. Что-то вроде ролевых игр с японским уклоном. В нашем городе такие школьники собираются в молодежном центре. Периодически устраивают семинары для непосвященных и масштабные игры. Мы хотим о себе дать знать, что мы не просто люди, что мы не просто смотрим аниме и мультики. Мы креативные люди, которые воплощают в жизнь персонажей, что это не просто игра. После получасовой выставки грим придется смывать не одну минуту. Из-за сложной подготовки аниме-выставка в городе пока не повторится. А вот погрузиться во взрослую культуру Японии все желающие пока могут в городском музее на выставке в честь «Страны восходящего солнца». Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.